Если что получил, держи вообще просто, ни за что не отпускай. Когнитивные искажения — это то, что происходит с нами, вне зависимости от того, понимаем мы это или нет. Вы будете разочаровываться в жизни, если вы не знаете правды. Я так скажу, что если нет амбиции, не надо мучить кошку. Всем привет! У нас начинается прямой эфир. Я попросил вас задавать вопросы. Был неправ, потому что вы умудрились задать больше 5000 вопросов. И этот эфир может растянуться на многие годы. И чтобы мы этого не допустили, я обещал, что мы ограничимся 10 лучшими вопросами. Соответственно, я тут уже выбирал лучший из лучших. И выбрал 10 вопросов, на которые сегодня отвечу. Но какие-то другие, видимо, в другой раз не обессудьте. Жизнь она такая. Что происходит с институтом брака? Почему это никому уже почти не надо? Значит, вопрос на самом деле не в бровь, а в глаз. Потому что у нас реально полностью изменяется структура общества. Потому что общество — это набор институтов. И институты в нашем обществе меняются. По поводу каких-то мы не сильно переживаем. Так, например, на протяжении очень летнего времени молодые семьи жили со старшими, с родителями, с бабушками, дедушками и так далее. Сейчас тенденция состоит в том, что молодые пытаются жить самостоятельно, выезжают из родительского гнезда. И вроде бы всех это более-менее устраивает. И таких изменений на самом деле очень много. И брак — одна из таких мощных структур прежнего общества, которое точно так же подвергается сейчас существенному давлению и обстоятельствам. В чем состоят эти обстоятельства? Вообще, в принципе, брак — это, с одной стороны, такой социальный ритуал. И старшие поколения всегда ожидали от детей, что они рано вступят в брак, что они сами начнут заниматься уже производством детей и так далее. Было большое социальное давление. Если человек был не в браке, то его могли в любой момент спросить, а что-то не замужем, что-то не женат и так далее. Это вызывало кучу всяких разных вопросов и неодобрительных взглядов. В результате под таким социальным давлением человек не мыслил свою жизнь иначе, как вне брака. Поэтому существовала большая идеология. Дальше к этому прибавляется материально-бытовой фактор. Сейчас можно снять квартиру, можно получить ипотеку. В прежние времена квартирный вопрос очень сильно лимитировал возможность отношений между молодыми людьми. Если кто-то приводил домой девушку или юношу, то предполагалось, что это должно кульминироваться браком. И, соответственно, этот квартирный вопрос, как это ни удивительно, очень сильно воздействовал на необходимость вступления в брак для того, чтобы как-то жить и так далее. И третья вещь — это удобство. Дело в том, что если вы подумаете про прошлые семьи, то вы вспомните, что в прошлых семьях были распределены обязанности. Мужчина должен был зарабатывать, он был ответственный за это, а женщина должна была заниматься домом. Сейчас у нас эмансипация, феноминизация и так далее. Женщины хотят сами строить карьеру, заниматься интересными делами и так далее. И не горят желанием быть домохозяйками. Соответственно, тоже эта мотивация падает. Ну и последнее — это, конечно, доступность сексуальных утех. Потому что современные средства коммуникации между молодыми и уже не очень молодыми людьми, они позволяют часто иметь партнеров, знакомиться, встречаться и так далее. Поэтому не стоит удивляться тому, что такая трансформация происходит. Во что это все выльется, пока непонятно. Но по данным международных исследований последних, брак устраивает людей на протяжении примерно трех лет. После этих трех лет, я опять же говорю про средние цифры, брак удерживать сложнее. Поскольку дети появляются в браке сейчас тоже позже обычно, то это еще одна причина, по которой эти браки распадаются. И если раньше считалось, что таким суперкризисным периодом является семь лет, то сейчас это сместилось уже до трех. Какое будущее у этого, я вам не скажу, потому что время меняется настолько стремительно, что то, что нам казалось совершенно понятным, как все будет 10 лет назад, уже сейчас выглядит абсолютной иллюзией. Но как-нибудь мы отдельно поговорим, потому что есть несколько стратегий. В свое время Элвин Тоффлер написал замечательную книгу, «Шок будущего» она называется, или «Футурошок». И в ней он описывает несколько стратегий того, как могут образовываться новые виды семей. Возможно, что-то из этих альтернатив будет реализовываться. Вы писали, что мы завышаем свою цену вдвое. Как использовать это в отношениях? Я ничего такого не писал. Я, конечно, писал, но это не моя субъективная точка зрения на происходящее. Это феномен такого своего рода когнитивное искажение, которое происходит, проявляется в самых разных вещах. Суть этого когнитивного искажения биологическая, то есть основа этого искажения биологическая. А суть состоит в том, что то, что у меня уже есть, обладает для меня большей ценностью, чем то, что мне еще нужно получить. Если представить любое животное, и если оно перестанет ценить пойманную добычу и будет больше интересоваться добычей бегающей, то эту добычу у него кто-то слямзит, а он будет дальше бегать там безумно. Поэтому если что получил, держи вообще просто ни за что не отпускай. Это твое, это очень высокая ценность. И дальше это начинает проявляться в обществе уже в более каких-то сложных конструкциях. Очень смешной был эксперимент, сейчас я не вспомню уже имя психолога, он сажал двух мальчишек за стол с двух сторон и давал им четкое задание, что они должны друг друга ударить под столом ногою, но с одинаковой силой. То есть один другого бьет с силой N, а другой должен ответить ровно с силой N. Как вы думаете, чем это заканчивается? Заканчивается тем, что удары кратно растут после каждой серии, и дальше в стол взлетает, и мальчишки друг другу бьют физиономией. Почему? Потому что, когда меня ударили, чувство боли не такое. Оно больше меня, я же пострадал, своя рубашка ближе к телу. И ответный мой удар, он оказывается больнее. Точно так же, если мы возвращаемся к личным отношениям, когда вас, например, кто-то уязвил из ваших близких, то вы испытываете боль большую в два раза, чем думает человек, который вам эту язву выдал. Неважно, кто это, мама, папа, близкий, партнер и так далее. Вы обижаетесь в два раза сильнее. Вы раздражаетесь в два раза сильнее. Когда вам делают замечания, предполагают, что вы будете недовольны. Но вы будете недовольны в два раза, нежели предполагает человек. И дальше происходит эскалация, потому что, если вы не сдерживаетесь, вы отвечаете и сразу отвечаете с запасом в два раза больше. Человек, который не ожидал этого, потому что он ожидал, что все пройдет тихо, гладко, но так просто немножко шероховатость, он в ответ считает, что вообще хорошее дело даже сделал. А тут ему дали по мордасам, причем с оттягом. У него там в свою сторону увеличилось это в два раза. То есть вы только чуть-чуть покричали, а он уже считает, что вы просто не знаю, что затворили в это и предали человечество. Ну и дальше тоже эскалация. В общем, те же мальчишки за тем же столом. Поэтому главное, я подчеркиваю, когнитивные искажения, это то, что происходит с нами вне зависимости от того, понимаем мы это или нет. И самое главное, вовремя останавливаться при эскалации, когда происходит постепенное нарастание этой массы раздражения и недовольства. Значит, взаимное обнуление этих долгов, эмоциональных долгов, взаимное... Это одна часть негативная. То есть когда у вас есть друг с другом и все эти отношения, и происходит эта эскалация. Значит, первым делом надо обнулять эти долги. И второе, это то, что вы делаете в позитиве. Когда вы, условно говоря, вот застелили, например, кровать, это же подвиг. Ну так, надо напрячься, встать, что-то встелить, двигать, там, не знаю, подушку покладывать, взбивать и так далее. Большое дело. Ваш партнер, как думаете, счастлив по этому поводу? Боюсь, что нет. А надо быть счастливым. Потому что человек инвестировал в ваши отношения в два раза больше, чем вам кажется. Ну, ему кажется в два раза больше, чем вам кажется. В общем, короче говоря, важно хвалить, благодарить, любить, ценить. Ну, в общем, вот. А когда уже коса на камень, тогда вот это, как бы, говорим, о, а у нас тут, смотри-ка, что мы заехали, мы что-то друг другу по мордасам надавали, давай откатываться обратно. Виноватая, 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 делать больше такого не было никогда. Как, зная всю правду о том, как мы устроены, не разочароваться в жизни? Вы очень подумайте. У меня есть книжка про иллюзии. Она вот как раз про это. Вы будете разочаровываться в жизни, если вы не знаете правды. Потому что вы будете жить иллюзиями, иллюзии вас приведут в никуда, вы там, собственно говоря, получите все по самой неболуси, ничего хорошего. Вот. И разочаруетесь. Вот. Если вы правду знаете, то вы разочароваться не можете. Понимаете, в чем дело? Вот. И, но если вы... Но все такие, правда такая, вот, боже, она неприятная. Ну, конечно, приятны эти всякие розовые единороги, всякая мутатень, вот это приятно. Но она и приведет к разочарованию. Это надо понимать. Вот. А если говорить про правду, она позволяет вам видеть реальность, какой она есть, и в ней, используя знания, ну, вот лучше всего использовать знания, не всякую глупость, которую в подбородине рассказывают, ну, вот, а знания научные, психологические, нейрофизиологические, социально-психологические, вот, вы можете, опираясь на реальность, на то, что происходит на самом деле, вы можете существенно улучшать и свое эмоциональное состояние, и отношения с другими людьми, и свою эффективность на работе, и, там, я не знаю, вы избежите разочарования, если будете знать правду. И вы будете перманентно разочарованы, если вами владеют иллюзии, с которыми надо расставаться просто со страшной темой. Всем ли нужно быть амбициозными? Если нет амбиций, то это нормально? Как уже я тут говорил, написал книжку «Красная таблетка-2. Вся правда об успехе». Вот, и там я как раз занимаюсь вот объяснением, что такое успех, почему какие-то люди вот успешные, почему какие-то неуспешные, что нужно делать для того, чтобы... А что в каких-то случаях не нужно. И я там подробно рассказываю, что, дорогие друзья, если это не ваша пьеса постоянно быть в войне, да, и если ваша ретикулярная формация, если ваш внутренний тонус недостаточный для того, чтобы постоянно сражаться в конкурентных взаимодействиях, а любая вообще активность социальная это конкурентное взаимодействие, вот, значит, ну, наверное, надо пересмотреть это и по-другому расставить приоритеты. Вот. Другое дело, что иногда то, что называется отсутствием амбиций, вот, это страх, это отсутствие ну, видения того, как можно простроить свое будущее. Вот. А что такое страх? Страх — это психическая энергия. Если вы эту же психическую энергию затратите на вот как раз простраивание своего будущего и на достижение результата, ну, как бы и ваши амбиции появятся, и результаты будут там и так далее. Ну, вот, поэтому, ну, конечно, я так скажу, что если нет амбиции, не надо мучить кошку. Вот. Она хорошая и так. Вот. Отчего ее во льва пытаться набуть этим? Может быть, плохое последствие. Вот. Да. поэтому и нет. Но другое дело, что надо, конечно, разобраться, посмотреть на реальные причины. Да. Мы в Академии смысла, вот, у нас отдельные есть прям практики по изучению, пониманию смысла своих действий. Если вы поймете, что смысл ваших действий как раз просто потому, что вы боитесь, да, или потому, что у вас нету перспективы, то у вас появляется ресурс. Вы можете этим ресурсом воспользоваться. Финансовая мотивация. В крупных компаниях промывают мозг, что деньги не мотиватор. Так ли это? Я вам должен сказать, что да. Значит, ну, во-первых, есть пороги. Я вот как раз в красной таблетке 2 эти пороги описываю, по... Ну, не я описываю, я просто подобрал целый ряд исследований, которые показывают, насколько влияет доход на увеличение качества жизни. То есть, условно говоря, если американец в год зарабатывает 75 тысяч долларов, я боюсь, что ничего, надеюсь, ничего не путаю, вот, то каждая последующая сумма, которая сверх этих 75 тысяч в год на него падает, не изменяет его качество жизни. То есть, условно говоря, если он зарабатывал 30 тысяч в год и начинает зарабатывать 60, он просто доволен, просто как вот этот вот какой-то заяц такой, вот, с такими глазами. Вот. А если он эти же, там, 30 тысяч прибавит к 75 тысячам за год, вот, то никакого счастья он не испытает, и жизнь его лучше не станет. То есть, есть пороги. Значит, по такой международной статистике, по большим, как бы, ну, все это, конечно, в странах не последних, так сказать, с точки зрения экономики, считается, что 100 тысяч долларов в год на домохозяйство, то есть, когда тут на отдельного американца, тут на домохозяйство в расчетах. И тоже, вот, это такое среднее число, при котором дополнительные деньги не изменяют качество жизни. Вот, поэтому вы всегда рискуете достигнуть порога, когда деньги перестанут вас мотивировать. Вот, и тогда вы должны понимать, что, ну, ваша жизнь, это не только выживание, ваша жизнь, это ваша забота о близких, это, я не знаю, что-то, что вы делаете для других людей нужное, важное, это желание находиться в теплых поддерживающих отношениях, вот, и это куда более важные вещи, и поэтому, да, мотиватор, но до определенного момента, а после этого перестает это работать. А как вы справляетесь с иллюзией понимания? Ну, иллюзия понимания, это тоже когнитивное искажение, суть этого когнитивного искажения состоит в том, значит, нашему мозгу достаточно любого количества фактов для того, чтобы сложить из этого историю, и чтобы все было понятно, вот, поэтому даже существует другое когнитивное искажение, Даня Г. Крюгера, вот, когда у человека вообще два с половиной факта в голове, но он уверен, что он просто разбирается во всем космическим масштабом и космической же с глупостью, но он этого не в курсе. Вот, как Шариков, Шариков же вот, все хорошее, но мне все понятно, вот, взять и поделить, вот, это я улюблю, ну вот, как вы справитесь с людьми, а, да, вот, и это проблема, вот, потому что она нас постоянно со всех сторон, значит, эта иллюзия подстерегает, значит, у меня есть лайфхак, вот, значит, разговаривайте с другими людьми, вот, на предмет того, что вам кажется, вы поняли, и когда вы увидите, что другой человек, как бы, смотрит на вас с некоторым недоумением, вот, это значит, что, а вы не можете это недоумение, ну, у вас нету дополнительных ходов, с помощью которых вы могли бы это недоумение снять, вот, значит, вы чего-то еще, вам не хватает в вашей, как бы, в вашей, в вашем понимании каких-то элементов этой системы вы еще не видите, поэтому предложение простое, разговаривайте с другими людьми, вообще, навык вербального общения, это не просто про всякое, вот, про что люди говорят, это такой кошмар, боже, я иногда думаю, господи, молчите, не говорите, зачем это все, да, но вот, если вы в чем-то разбираетесь, что-то понимаете, обязательно это обсуждайте с другими людьми, вот, это очень важно, потому что это, во-первых, вас сделает объемнее, с другой стороны, социальные связи ваши сделают содержательными, и в-третьих, вы увидите, где вы, пока у вас белые пятна. Есть ли такое понятие быть самим собой? Друзья, значит, отвечу кратко, значит, вы сами собой являетесь, вы не можете быть не собой, вот, если вы стали не собой, то это называется симптом доперсонализации, вот, и относится к числу тяжелых психических расстройств, вот, поэтому вы собой являетесь, другое дело, что вы хотите быть, у вас в голове какой-то романтический образ, что вы должны быть другими, может быть, это и так, но вот, но когда вы станете другими, вы будете уже другими собой, вот, и в этом смысле иметь, конечно, какую-то, там, кем бы вы хотели быть в результате, ну, наверное, такая стратегия может использоваться. Я считаю, что нас делают наши социальные связи, то есть люди, с которыми мы общаемся, и нас делают дела и результаты, которых мы добиваемся. От этого мы обретаем ценность, от этого меняется наш мозг, да, он становится богаче, сложнее, интересней с точки зрения возможности решения задач, вот, и я бы, конечно, вот это с собой бы куда-то поставил, там, элегантно вывел бы в угол, в коридорчик, закрыл бы дверку, вот, и занялся бы чем-нибудь не собой, а чем-нибудь, что сделает вас по-настоящему ценным человеком. Как угнаться за быстро меняющимся миром? Написал книжку «Четвертая мировая война», вот, никто не хочет ее читать, все ругают, что я в неправильный название придумываю для книжек, что кто хочет про войну читать, так она идет, понимаете, ну как, ну а что, там, был Сталин, молчалка, началась Великое Отечественное, вот, оперили трусил, вот, страшно было сказать, что война-то, вот, ну так, а что, она от этого закончится, что ли, не закончится, идет, надо уже как-то посмотреть правде в глаза, общество меняется, мозги меняются, экономика меняется, я не знаю, скоро органика, там новость, я расскажу скоро в этой, наверное, в моей новой рубрике, это как она называется, «Черное зеркало» с Андреем Курпатом, там человек вообще намеренно делает себя киборгом, все, переключает все функции, уже от голоса, отказался, от глаз отказался, и так далее, все, компьютер делает, первый киборг будет полноценный, красота, хочет выйти, и все, искусственный интеллект, и мозги начал его считать, там, пока будет, конечно, плохо, ну вот, будет бажить, я вам не рекомендую в этом участвовать, вот, но реально процессы идут, и надо смотреть правде в глаза, это мое главное предложение, значит, нашей, нашей жизни, вот, и что-нибудь, в общем, с этим делать. Если ум, по-вашему, это развитая социальность, то тогда технари и математики глупы? Значит, ну, во-первых, не по-моему, это по нейрофизиологии, вот, вот, какое-то ощущение, что мы тут как-то, когда я высказываю личное мнение, я говорю личное мнение, вот, точнее, мое видение, мое видение, вот, когда я пишу книги, я опираюсь на фактах, вот, и факты таковы, что действительно, наша социальность, наш ум, значит, наше системное мышление ответственно за, как бы, его генерация происходит через социальность. Другое дело, что у конструкторов или шизоидов, если вы читали книгу «Троица», и, в общем, задающий вопрос, это я понимаю, вот, совершенно другой способ построения социальных отношений. То есть, если, там, невротик-центрист выстраивает отношения, чувствуя, как бы, эмоциональное состояние другого человека, пытаясь понять, как он, ну-ка, мотивации в конкретной ситуации, то для конструктора это огромный набор таких принципов, которыми он определяет ваше поведение. И это могут быть сложнейшие модели. То есть, вы можете спросить про какого-нибудь другого человека у рефлектора. И он, этого у рефлектора лучше не спрашивать, спросите у центриста. И он вам, значит, скажет, да он хороший, а что хороший? Да он вот то, все, пять, десять. И какой-то будет несвязанный рассказ, потому что он как-то это внутренне увидел, и все. Если вы спросите у технаря, он вам такое количество фактов про каждого человека расскажет, что вы просто закачаетесь. Потому что он, это не на, не потому что у него куча этих зеркальных нейронов, которые позволяют это все считывать на интуитивном уровне таком. А он это вынужден все простраивать. И, конечно, у них в результате такие модели в голове строятся, что потом Нэш, вон, я все время привожу Джона Нэша, понимаете, который, по сути дела, поведенческую экономику создал. Вот, шизофреник, ни с кем нормально не мог разговаривать. Если вы думаете, что социальность это поболтать, это нет. Социальность это способность вот учитывать все, что там в отношениях происходит. Другое дело, что если у вас нету зеркальных нейронов, вы будете это учитывать по-другому и, возможно, будете бажить. Устает ли мозг от умственной активности? Или чем больше, тем лучше? Хороший вопрос под финал, потому что мы сейчас с вами произвели умственную активность. Он устает. он вообще ленивая такая сволочь и заставить его заниматься умственной активностью, а не жить на автопилоте, потому что часто люди думают, что они занимаются умственной активностью, а на самом деле они живут на автопилоте. То есть они просто воспроизводят большой набор уже имеющийся в голове активность мозга. это просто нейронные комплексы, в рамках которых происходит соответствующее, как бы прокручивается энергия, она такая физико-химическая, и, соответственно, вы просто гоняете по всем, что поезда ездят по одним и тем же рельсам и нормально, но это не умственная активность, это просто психическая активность. Умственная активность это когда вы создаете новые интеллектуальные объекты, это когда у вас появляются новые нейронные связи, и электричество, которое там бегает, начинает бегать по каким-то другим траекториям. Вам нужно построить новые железные дороги внутри своего мозга. Строить железные дороги сложно. Спросите у РЖД. Сложно строить дороги, эти не дороги, а рельсы. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. И в голове тоже очень сложно. И мозг, он тратит энергию на это. И очень сопротивляется. И все время вам говорят, а давай попроще как-нибудь. А давай как-то вот. А вот раньше же было как-то вот нормально так. И давай так и делать. Вот. Нарушение динамических стереотипов, если кто помнит соответствующую матчасть. Вот. Поэтому, конечно, когда вы делаете что-то новое, ваша головушка устает. Вот. И очень важно давать ей периоды релаксации. Вот. Когда вы от умственной работы переходите к состоянию. И здесь могут быть самые разные практики. От какой-то очень простой медитации до прогулки бесцельной. Вот. Ну, главное просто в этот момент не заниматься потреблением другой информации. Потому что если вы начнете вот вы что-нибудь писали, что-нибудь важное, какую-нибудь научную работу, вдруг, вот. и у вас там просто все кипело в голове. А после этого решили интеллектуально отдохнуть и включили кино. Вот. Вот. Значит, из-за того, что у вас начнет поступать даже комфортная для вас в целом информация, вот, она не даст вот этим вот новым связям, которые вот только-только наметились в голове, закрепиться. И, по сути дела, ваши инсайты, они погибнут. Вот. Если вы даете время, вот, если вы просто поспите им, если вы погуляете там или еще что-то, не будете заниматься потреблением информации, то тогда эти нейронные связи у вас, мозг же в этот момент будет продолжать как бы прокручивать электричество по тому, по тем связям, которые народились. Вот. И вы их не собьете, вот, они постепенно покрутятся. Вот. Во сне вообще просто там гениально все происходит. Я как-нибудь вам расскажу. Вы сегодня что-то про сны меня спрашиваете. Вот. Но это уже другой раз, уже невозможно. Ну, вот. Десять вопросов, десять ответов. Вот. А мы прощаемся. Я был рад с вами повидаться, если это так можно сказать. Надеюсь, было вам не бесполезно. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова